добрый день дорогие друзья любители шахмат на ческом ru с вами говорит гроссмейстер алексей армалинский продолжаю рассказ партиях турнира претендентов седьмой тур день движения играет белыми против кирилла алексеенко ну я уже сказал что оба шахматиста находились в самом низу турнирной таблицы у них было по минус 2 чем настроение было не из лучших но все-таки мы с владимиром добровым предполагали что имела белый имея белый цвет дельный жень попробует ну попробовать все-таки как-то с удачу повернуть свою сторону заранее скажу не вышло начал он в своем стиле немцовича он допускает очень редко пытается пойти в каталон но вот этот вот шах который дал алексеенко и потом слон е7 назад это довольно известный трюк который уже очень многие шахматисты применяют очень много лет идея в том что белый слон на d2 стоит ужасно для каталона когда все вот эти ходы сделаны ну ферзь c2 а вот теперь как но все-таки если играть конь c3 то потеряешь пешку на c4 еще неизвестно что там за компенсацию будет слон на d2 отнимает поле у коня сам он не попадает на б2 где он часто стоит хорошо после b3 и перекрывает линию d для ладьи что белым тоже совершенно не в дугу поскольку одна из главных идей каталона это поставить ладью на d1 против черного ферзя поскольку этого ферзя полей особенных нет ну скажем ладно слон f4 но до этого они сыграли партию на кубке мира в ханты мансийской серьезная была у них борьба кстати в этом матче китайский гроссмейстер сумел склонить свою пользу только на таймбрейке у них была такая партия ну что ладья c1 теперь а5 так вот то есть что белые хотят ну наверное ждали движение пешки б чтобы разменяться на d5 играть по линии c но до того как пешка б7 двинулась бит на d5 нелепо поскольку черные ответят е.д. поэтому какой-то е3 ну в общем все это честно говоря ну не выглядит для каталона не играют так каталонском начале день конечно это прекрасно понимает но чем вот так вот партия пошла таким вот чередом и очень логично по простецки немножко прямолинейно но достаточно сильно действовал алексеенко и ну что тут отличный ход слон g4 еще чтобы линию d взять под контроль там если нужно будет можно будет с вами на f3 поставить но проблем здесь не было сыграли в ничью хотя и 70 ходов все это дело продолжалось день кстати здесь пошел ладья а2 но для этой партии слон f4 но это не новинка далеко скорее это попытка ну то решить проблему этого слона если черный игра здесь конь h5 то белые уходят на c1 и очень бы они хотели чтобы черные вернулись тоже своим конем на f6 тогда у нас получается теоретическая позиция старого такого закрытого каталона где можно пойти b3 или ладья d1 ну и там играть но черный не обязаны сразу возвращаться конем кстати вот гата камский в такого рода позициях вообще переходил в каменную стену играя f5 что возможно ну ладно теорию мы оставим для другого для другой оказии значит было сыграно б6 что тоже ход очень и очень неплохой вот белый слон на f4 вроде бы прекрасно расположен но проблема в том что его всегда могут атаковать этим конем с h5 возможность предоставилась вот в этот момент ну что теперь на только е3 единственное поле вообще можно порассуждать о том а вот что происходит если черный возьмут на f4 у белых ведь как-то пешка движется к центру там поддержат ход конь е5 ну скажем можно сделать какой-нибудь посторонний ход там скажем а3 вот что вот это за позиция опять же разные мнения они могут быть вообще об этой структуре как атаковой я не являюсь поклонником такого такого дела со стороны белых не нравится мне это поскольку но все-таки структура немного деревенеет то есть играть е4 но только если очень много динамики потом потому что иначе останутся это ужасные пешки по линии а если поддерживать вот ходом е3 но тогда непонятно какой у белых план а черные удивительным образом где-то могут готовить ход g5 то есть у них они могут стать и в 5 пойти тоже и потом пытаться играть g5 то есть вот такого рода вещи случаются в каменной стене тоже там если белое дает черным взять на на f4 причем там это обычно происходит когда слоны меняются с d6 берут на f4 то там черное белое там должны действовать энергично там было немало партий белявский играл другие здесь ситуация немножко более заторможенная такая мне кажется если черных хорошо ну поэтому один ушел тогда и кирилл ушел ну что с этим с этим слоном делать ну пошел на же 5 сломба 7 но как часто бывает играть здесь е4 как я понимаю у черных наверное есть ответ c5 я так не уверена на глазок я прикидываю что с удовольствием они так сыграют размен слонов в их пользу поскольку ферз наконец получит клетку на е7 а белые которые задвинулись очень далеко этой пешкой на е5 и не могут ее защитить ведь пешка c4 назад на c3 пойти не может белое в общем больше рискует здесь какой-то атакой говорить не приходится в общем центр как-то может рухнуть наверно рух этот вариант нехороший совсем поэтому белый играет кунь е5 что другая стандартная идея каталона дин разумеется прекрасно во всем этом разбирается он каталончик высокого класса теперь сюда вот такая вот структура здесь мы начали с добро смотреть на эту позицию нам понравился фото в 6 правильный ход надо избавиться от пешки е5 и чем-то коня вернуть в игру с g4 но допустили мы одну тактическую ошибку причем скорее я чем добров я здесь был за то чтобы взять ферзем на f6 и там мы разные варианты смотрели но идея была может быть двинуть пешку еда как-то пробитие 5 е4 и df2 добраться все это выглядело конечно неплохо но что я зевнул вот такой ход я зевнул просто зевок двойной удар рентгеном на коня g4 после cd ну и на пешку на a7 и черный на b2 в общем у меня взять не успевали нигде вариантов которые сейчас посмотрел поэтому выяснилось что на самом деле кирилл сыграл совершенно правильно что мы об этой позиции думали ну все-таки дин лижень мастер позиционной игры мы предполагали что он пойдет конь е5 до черный могут пойти конь d7 в ответ на это наверное следует рассмотреть ферзь c3 в общем то есть какое-то напряжение в центре вот этого c4 d5 который ну слегка в пользу белых они могут его разрядить тогда когда им выгодно а могут в эндшпеле если где-то все разменяется попробовать пойти b4 наверняка пойдут то есть черным еще нужно играть аккуратно как то это дело уравнивать здесь но может быть конь d7 не обязательно можно конечно более энергично пойти c5 тогда белые наверное сыграют f4 все-таки конь стоит на е5 здорово но я сомневаюсь что белых тут какое-то значительное преимущество очень сильно в этом сомневаюсь но по крайней мере так играть нужно было и мы и не сложно было так сыграть безусловно мы отдельно же не только этого ожидали вдруг куда его понесло ну такого рода ход он может быть частью какой-то тактической операции где все должно быть замечательно просчитано я понимаю атака на е6 там связка ладью на c8 но в принципе слон то очевидно идет не туда вот эти диагонали вообще все а3 f8 h3 c8 и для черных наоборот но они работают только в тактике и работают в дебюте конечно если вы в комбите эванс поставите свона на а3 и не дадите противника возможности рокироваться но тогда как говорится вам все прощается после этого но если уже вот эта рокировка сделана я сбился со счета сколько раз со мной в гринфельде люди ставили свона на а3 но большинстве случаев это белым ничего не давало даже или там в немцовичи бывает это выскакивает своном латье жаль латье французский гроссмистер очень любил это дело он любил конкретную игру прямо с дебюта такой он по стопам каспарова шел кстати каспарова обыграл несколько раз зато у нее тоже бывали партии где этот слон остался абсолютно не удел но здесь мне кажется поздновато все это делается да и динамики не так много ну в общем ничего не понял водятся е8 дальше что а дальше вот что дин пошел сюда ну какие у него тут могли быть соображения я предполагаю он хотел там конь d4 нанести двойной удар если черные просто защитили бы пешку а6 но кирилл защищать не стал вот и посмотрев на это дело что будет минутку что будет после ферзь бета 7 ферзь c7 китайскому гроссмистеру взгрустнулась поскольку он подумал ну вот это уже минус 3 в турнире черные ну что делать бежать ферзем назад сыграют d4 потом е5 е4 своник на h3 ну в общем все не на месте черные двигаются в центре наверно просто белых уничтожит поэтому дележать дал обратный ход начал трубить отбой тут вот есть такой момент вот комментирует там кто угодно но я не знаю вася какой-нибудь или лёша ермолинский и говорит с таким умным видом мы здесь то белые играют конь d4 чем так говорит то что он гений нашел ходку d4 с такими идеющими да взять тут открыть на ферзя потом там бить пешку на е6 бить на b6 там и не знаю какие там в общем много чего белые там заберут и могут собрать аж четыре пешки за фигуру ладно хорошо гений значит и на ход воде а8 наш гений комментатор заготовок он бьет е6 то я заготовил здесь он так берет ферзя пытается оттеснить от защиты слона b7 и пешки b6 тогда белый ферзь не поймается черные должны бить тогда умный вася комментатор говорит ну здесь то я беру слона до ферзя отдает так играет и хочет потом еще пойти слон g2 или слон е6 шах и получить ладью слона и две пешки за ферзя ведь белые в полной безопасности и во многих вариантах стоят значительно лучше вот так ну что шляпу надо снять перед такими комментаторами а точнее перед их компьютером потому что конечно ход конь d4 но я вот не могу сказать что его вообще нельзя найти шахматисты особенно ведущие они в принципе способны ребята то есть мы когда вот смотрим мы я и и вы ну все-таки мы наверно конь d4 не найдем а от ведущих шахматистов мира мы даже ожидаем такого рода хода но в какой ситуации в другой ситуации они же не роботы но этот день лежения просто откровенно турнир не складывался и когда вот он здесь ходил слон h3 и ферзь а4 но не видел вообще ухода c5 сто процентов что не видел и в такой ситуации ему вдруг собраться и вот такой для этого нужно просто огромный резервуар уверенности что я играю правильно моя интуиция гениальная слон h3 это восклицательный знак ферзь а4 это еще один а теперь вот два восклицательных знака конь d4 иногда бывает это ну я не знаю как какую-то зону попадает шахматист вот в таком состоянии люди доходят не знаю там до матча до первенства мира или по крайней мере но очень высоко на моих глазах так андрюша соколов прошел с с турниром молодых мастеров до финального матча претендентов против карпа вот на таком вот подъем потому что такие ходы ему просто приходили в голову почему они потом перестали приходить но то что уверенность пропала в общем когда все это случилось на доске дележение одумался и пешку на 7 решил не брать хотя вот люди скажут быть объективно но эта объективность она компьютерная я не знаю как мы можем принять компьютерные варианты за объективную шахматную реальность ладно отложим это в сторону b4 он сыграл b4 ход на соскок то есть белые пытаются завязать какое-то завязать какую-то такую возню и как-то отвлечь черных от генерального плана с d4 е6 на е5 на е4 ну в общем то получилось потому что здесь кирилл взял вот критику открываю критику этого решения что дело в том что опять же я уже говорил об этом вот играет алексеенко в турнире но скажем говорят так выше своей головы прыгнул ну может быть сейчас на нынешний уровень потом голова вырастет поднимется и будет он играть на равных со всеми этими ребятами надеюсь на это на данный момент все таки он так гость гость все таки лучше звучит чем турист то что каспаров таких туристами называл ну вот гость такого рода элитного турнира ну и гостью гости что полагается быть вежливым уважать хозяев там не привлекать себе внимание ну хорошее воспитание петербургское хорошее поведение ну как он пошли b4 ну вот ну все иду на главный вариант беру вот ход d4 не был рассмотрен всерьез опять же сейчас на меня начнут с компьютерами бросаться что cb было сильнее чем d4 может быть с вашей объективной компьютерной реальностью но у меня субъективная шахматная я все-таки 50 лет с лишним играл в турнирах я видел и испытывал это сам с обеих сторон что вот когда поплыл человек то вот такие ходы для него это еще один удар молотом или томагавком по черепушке ну не знаю как тут день защищался бы черные просто идут вперед вот так вот еще идут вперед конь лезет на c3 ну скажем если взять еще на b6 наверное конь c3 тоже неплохо но е5 еще сильнее значит на данный момент на c5 пока ну ферзем не взять то есть ферзей никак не разменять от конь бьет f2 защититься очень и очень трудно с последующим ударом е4 тут на горизонте еще одна такая пакость вот ладья f6 это еще в общем у черных огромное количество тактических возможностей и как раз для молодого парня для кирилла вот это вот самое то да риск конечно есть но у тебя собственно грамм минус 2 ну то есть как-то ну какое-то мужество отчаяния но таких случаях приходит даже людям не очень-то мужественным а кирилл производит впечатление мужа поэтому вот так вот он мог действовать а если бить на c5 ну здесь опять же вот наверно белом нужно играть комбию d4 там я душа этот вариант мрачные мрачная здесь позиция вот этот н шпиль я понимаю что есть пешка но она еще когда-то двинется у черных у у черных реально может очень быстро двинуться вперед пешка е здесь у черных лучше на мой взгляд поэтому белые должны играть комбию d4 лезть в какую-то тактику вот нашел бы ли это день лежения или нет в своем разобранном состоянии я не знаю ну в общем чего то тут я дальше смотрел а вот до чего я дошел но в этом варианте белые вроде бы ну ничего то есть они успевают слоном соединиться с пешкой c поставить наверно слона нужно на d7 ну и здесь ну наверно белые ничего сделать я предполагаю но если так то так но тем не менее это можно было все проверить значит это номер один где кирилл выпустил дальше поехала так здесь уже естественно ферзя было поймать нельзя поэтому все идет по по прямой ветке и здесь ну кто его знает может быть кирилл подземнул вот этот ход а3 подрывает коня и у черных нет такого стабильного преимущества навсегда то есть им нужно опять же искать какую-то тактику и отреагировал кирилл уж очень академично он пошел с умом d5 этот ход в принципе приводит к ничьей а у него была но очень прямолинейная возможность если вам предыдущие варианты показались неубедительными они действительно неубедительны и просто они интересные были а вот здесь даже и убедительно за черных ну что взялись сюда ферзи 5 напали на ладью ну не знаю на такое взятие но есть естественно ладья b8 белые каким-то удивительным путем мат по первому ряду не получают здесь ну их там правда слонов один есть но им придется бороться с пешкой б наверно где-то здесь ничья должна быть ведь можно белыми качество отдать каких-то вариантах если до такого дойдет если ну за эту пешку б но еще пришлось бы немножко поработать а черные то что точно ничем не рискует а после слона d5 партия свернулась просто все свернулось пришлось отступать чтобы защитить ладью на е8 тогда естественно до 5 никто не берет сразу ну и здесь уже повторили повторили согласились сороковой ход ну я бы сказал что эта партия в очередной раз показала что день лежать был полностью разобран на составные части кирилл этим не воспользовался сказать что у него было настроение неизвучно это понятно но у него все-таки не думаю что разница между ожидаемым результатом и результатом который был минус 2 была уж такая огромная как у день лежания но ладно сейчас что говорить когда этот турнир возобновится осенью мы надеемся шахматисты будут в другом настроении будут играть по-другому я думаю что в первую очередь это относится к китайскому гроссмейстер что ж спасибо вам за внимание с вами был алексей ермалинский расскажу вам еще про турнир претендентов до свидания